дорогие друзья слышали идею о том что у мужчины член должен стоять всегда дорогие друзья слышали идею о том что женщина должна давать мужчине только по специальным дням когда у нее золотая вагина готова для внедрения и на голубой блюдечки золотой каемочкой принесена так сказать мужчине в хлам в хлам такие утверждения потому что секс это явление спонтанное и она часто незапланированно приходит в нашу жизнь не тогда когда мы мы бы хотели нам бы удобно вот и сегодня или в четверг после дождичка раз в году этим позаниматься а когда я была еще девочка бабушка рассказывала мне притчу вот и мне тогда казалось ой боже мой стыдно ты как ее слушать причина самом деле очень простая она состояла в том что а две женщины разговаривают одна другу говорит как ты умудряешься стирать только тогда когда дождика нет и у тебя белье никогда не портится и всегда хорошо высыхает на солнышке это и отвечает но я просто просыпаюсь утром смотрю если член у моего мужа направо повернут значит будет дождик тогда не стираю если член моего мужа налево смотрит значит дождика не будет и я стираю развешиваю ну вторая подружка слушать сша если член стоит а то и говорит дурочка кто по праздникам стирать девчонки но а можно конечно много говорить о сказочках верить иллюзиям фантазиям роско с ним фильмом эротическим порнографическим про то что у всех все стоит всегда мы с вами женщины мы сами знаем да что у мужчины стоит не всегда а когда она стоит нужно брать и пользоваться брать и пользоваться в собственных целях потому что ну знаете давайте так честно настанут такие времена когда может быть уже никому это не захочется заниматься сколько нам тогда будет семьдесят восемьдесят сто я не знаю но не точно настало пока нам сейчас столько сколько есть я хочу я утверждаю свои сексуальные права я хочу этим заниматься тогда когда я хочу и вам советую тем более а как бы женщина в сексе она практически не ограничена ничем то есть она всегда может ну включиться врубиться и в общем-то пойти заниматься сексом мужчина ограничен своей реакции он но не всегда готов поэтому когда вдруг мужчина такой дорогая ну может это давай вот я не рекомендую отказывать хорошему человеку и так поехали что может помешать женщине в этот самый момент быть сексуально откликаем и самая банальная физиологическая вещь как месячные честно говоря я с детства я врачом работаю с детства с 23 лет так вот я с детства а не очень понимала женщин для которых месячные это прям целая проблема сексом нельзя туда нельзя сюда нельзя на физкультуру нельзя в большую жизнь нельзя у меня месячные вот такое ощущение как знаете вот в старину а там если у женщины там месячные прорвало там есть церковь нельзя на поле нельзя вот а раньше прокладок не было нас тряпками там подоткнется сидит как куча ждет когда у нее месячные пройдут дня три четыре пять шесть семь восемь но этого это как с нашей жизнью это стыкуется а извините у нас помимо секса у нас с вами есть спа процедуры у нас есть бассейн у нас есть спорт у нас есть то у нас есть танцы он сообщить активная жизнь и желание завтра пойти брючном костюме чтобы там извините ничего нигде не мешал никакие тряпочки не вываливались ниоткуда ничего не подтыкать и ничего не потирать что нам для этого нужно вот это это вот вот этот вот хлам с веревочкой который во-во-во-во-во что делает махрится и разрывается нет нам нужен с вами тампон freedom freedom кстати переводится английского значит свобода и сексуальное благополучие посмотрите вот такая вот вкусняшка напоминающая сердечко имеет специально такую дырочку для пальчика чтобы можно было так это аккуратненько по назначению пропихнуть абсолютно гипоаллергенно не содержит никаких химических веществ дерматологически тестировано содержится во влагалище до 8 часов в отличие от тампона но я уже вам его не покажу я уже куда-то выбросила а тампон до 4 часов по инструкции кто читал эта штучка до 8 часов продается она вот таких коробочках и в каждой коробочке вот так вот указано сколько капелек каждый тампон собирает кровь ровно на столько капелек вот например три капельки вот здесь вот две капельки ровно на столько капелек насколько нужно он мягкий небольшой абсолютно пластичный абсолютно безболезненный абсолютно а никак себя не проявляющий хоть сексом занимайся хоть кан-кан пляши никакая веревочка нигде тебе не мешает а мужчина почему должен смотреть на женщину с веревочкой и иметь ассоциации с челя с чаем липтон в хлам в хлам нам нужен секс а не чай липтон нам нужно нам нужен свободный доступ к телу друг друга нам нам нужен свободный доступ к проникновению в недра друг друга дорогие друзья продается везде по ссылочке в описании вы увидите огромное количество магазинов где можно приобрести вот это вот практически нужнейшую в хозяйстве вещь а самое главное а самое главное боитесь эндометриоза Боитесь сексуального обморока, боитесь, что мужчина во время месячных затолкает вам что-нибудь вглубь вашего тела, в хлам глупости. Последние новейшие исследования проведены, и все практически причины, которые названы у эндометриоза и у других генеалогических заболеваний, являются гормональными, являются наследственными, являются аутоиммунными. Они никак не связаны с физиологией сексуальных отношений. Поэтому фридом – это прекрасная возможность, так сказать, облегчить женщине жизнь, дать ей возможность управлять собой и сексуальностью так, как она хочет. И я вам желаю, я вам рекомендую не отказывать вашему мужчину в самом необходимом. Тампунчик, 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 тампунчик. Ой, шоколадочка. Короче, всем секс! Ой, шоколадочка. Продолжение следует...